Вот этот самый переулок. Небольшой участок дороги днём многолюден. Здесь проходят жители домов на Ленина 244 и близлежащих. К тому же эта дорога ведёт к детскому саду. К вечеру с приходом темноты это место пустеет. А темень такая невозможная. Тут у женщин сумочки срывают, с ножом как-то мужчина бегал. Помогите, спасите женщины, кричали. Несколько раз было за эти 20 лет, что мы здесь живём, в этом доме. Освещение, хотя бы одну лампочку, ну хотя бы одну лампочку. Всё. Мы больше не просим, чтобы там такое глобальное было освещение. Вот даже идут с воскресенья, или как, я вот сама отхожу по этому дом книги, где свет. Надо хоть один фонарь подставить. И там тополь такой большой, я не знаю, он между территориями того дома и этого. Идёшь, там ветки такие большие падают. На многочисленные обращения бичан подсветить тёмный переулок ответили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства. Цитируем. Для установки фонарей уличного освещения на участке, указанном в вашем обращении, нет технической возможности. В связи с тем, что на данном участке нет опор ЛЭП, находящихся на балансе администрации города Бийска. А также данный участок не является пересечением граничащих улиц. Однако, как нам пояснил начальник управления ЖКХ Андрей Пеньков, выход всё же есть. Достаточно повесить фонари на подъезде дома Ленина 244, и тогда страшный переулок будет подсвечен. А за придомовую территорию ответственность несёт управляющая компания. Есть здесь и ещё одна проблема. Неподалёку участок теплотрассы в 15 километров последние пять лет без изоляции. Вот мы здесь проходим, мимо этих труб постоянно, вот трубы постоянно оголённые. Зимой спят бомжи. Трубы вообще оголённые. То есть теряется у нас тепло. Как нам пояснили сотрудники СГК, все опасения жителей, что они платят за исходящее от трубы тепло, напрасны. Оплата производится согласно количеству энергии, которая распределяется конкретно на каждый дом. Также отметили, что для города характерна такая ситуация с оголёнными трубами. Треть всех теплотрасс, а это более 170 километров, находится над землёй. Участок возле Ленина 244 взят под контроль. Олеся Бедрева, Андрей Сигаев. Будни.